Елена, 20 ноября. Здравствуйте, Юлия. Ребенку 7 лет. Здравствуйте, Елена. Не может делать то, что надо, в кавычках, что ему неинтересно. Например, первое, одеваться-раздеваться всегда делает это очень медленно, неохотно. Ему скучно, неинтересно. Это отвлекает... Ему скучно, это неинтересно, это отвлекается на игру. Подгоняем постоянно. Одевайся. Нас не слушает при этом. Сидит, играет дальше. Невозмутимо. Начинаем повышать голос. Слышит, но снова гнет свою линию. Играет. Далее берем ремень, но еще не бьем. Устраиваем показательную игру в виде громких криков, бегания из угла в угол и истерики, но все равно не одевается. Угроза ремнем не помогает. Только приступаем к действию. Пару раз ударяем. Папа мягкий, не хочет бить ребенка, не хочет сломать, как его когда-то в детстве. При этом истерики и крики у ребенка становятся громче. Присоединяются угрозам наш адрес. Махание кулаками перед нашими глазами. И битье нас. Боюсь при этом, что же будет дальше, когда подрастет и почувствует силу. Прибьет, конечно, даст дачу вам. Так и будет прав. Такой скандал каждый раз при одевании и раздевании. Но как заставить его вовремя одеться? Непонятно. Даже опаздываемым утром в школу. Пробовали давать ему больше времени на одевание и раздевание. Все это время занято было игрой и толку не было. Попробовали лишать его удовольствий. Различных упрямств ребенка перевешивает. И все повторяется через некоторое время. При этом ребенок очень чувствительный к чужой боли. И когда других обижают, при этом плачет. Жалея другого. Замечательный, чувствительный и обидчивый. Ноет по каждому пустяку. Сдачу дать сверстникам не может. Но очень коммуникабельный. Заводит друзей легко и быстро. Второе. Так, давайте на первом остановимся. Семь лет. Как бы это помягче сказать. Первое. Бить ребенка категорически нельзя. То есть, обязанность родителя перепробовать найти тот метод, который будет действенным. Но битье, это вы расписываетесь в своей беспомощности. Вы слабые. Вы ничего другого не придумывали. Не напридумывали. И вы, получается, настолько уже кипите, что ударяете ребенка. Ударяя, это не мера воздействия. А это, получается, вы не нашли более весомых доводов, да. И методов, точнее. И вы плескиваете, разгружаете свою нервную систему. То есть, вы ударили, вы разгрузились. Значит, что будет происходить, если вы продолжаете бить? Во-первых, ваш ребенок привыкает к тому, что он унижен, оскорблен. И это будет позволять себе в своей дальнейшей жизни. Его будут бить, его будут унижать. И он никогда не сможет дать сдачу, потому что он привык к этому образу жизни. Он будет такое позволять. Особенно девочек, еще раз повторюсь, бить нельзя, потому что она выйдет замуж за человека, который ее будет бить. И она ничего с этим не будет делать. Некоторые женщины, которых бьют, они тут же разводятся. А женщины, которых бьют, вот били в детстве, они не разводятся и всю жизнь мучаются. Нужно вашему ребенку такое будущее? Я думаю, что нет. Если ваш ребенок все-таки посильнее, и когда они покажут зубы, он ударит вас. И можно ударить по-всякому. Мы неоднократно читали статьи, где ребенок убил своих родителей. Это психиатрия, это истерия, это дурдом, простите, по-другому не могу сказать. И у ребенка сломанная жизнь. Нужно? Я думаю, что нет. Вот выйдет это видео, Женя его смонтирует. Я считаю, что вам с этого дня, как вы услышите это видео, нужно завязать руки за спиной, себе все, что угодно делать. Как вы это будете, я не знаю. Но вы должны закончить бить своего ребенка. Он уже взрослый, он уже привык к этой модели. Корни пущены, сорняк пророс. Это не двухлетка, которая через год все забудет. Ваш, когда забудет, мне сказать сложно. Скорее всего, он не забудет никогда. Но во всем этом случае он уже будет жить в другой модели поведения, где его уважают, где его слышат, где прислушаются к его мнению, где он чувствует поддержку, где он может к родителям прийти за помощью, и ему помогут. То есть где здоровая, психически здоровая семья. Дальше. Значит, как уговаривать ребенка? Вообще, не только ваш, и вообще ребенок, который что-то, чего-то не делает, он не дурачок, и не низкий у него уровень внимания, и не еще что-то, что вы там напридумываете. Он просто не заинтересован. У него нет стимула это делать. Поэтому грамотные родители, когда ребенок не одевается, а у всех родителей, ребенок бывает в стадии такой, что он не хочет одеваться, потому что ничего в этом интересного нет, родители начинают его стимулировать. Стимулировать и заинтересовывать. Как угодно, потому что у всех детей по-разному. И скорее побежали там, сейчас закончатся эти конфеты, и бежим скорее на улицу, там уже Ванька вышла, уже на самокате катается. И давай быстрее, кто ты, оденется быстрее, Илья. Или смотри, какие новые ботинки я тебе купила, Господи, скорее на ноги их надеть и побежать Машке на площадке показать. Я не знаю, как вы будете уговаривать, в зависимости от вашего ребенка. Но вам нужно найти вот эту жилку, найти вот эти вот слова, которые повлияют на него, а именно на вашего ребенка, я думаю, повлияет только то, те слова, в которых вы будете им восторгаться, гордиться. И он увидит, что вы, как сказать, заинтересованы, что вы им гордите, что вы его уважаете, что вы его цените. То есть поднять самооценку. Когда вы скажете, ты что, оделся вперед меня? Да не может быть, да я не успела, подожди меня, я сейчас тоже догоню. Скорее, 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 давай. Конечно, вы это медленно делаете, а он начинает спешить ради того, чтобы только вы его похвалили, гордились, уважали, ценили и так далее. Ну, в общем, вот только так. Бить закончите, пожалуйста. Пожалуйста, найдите, полюбите ребенка, увидите в нем лучшее качество, начните им гордиться, поднимайте ему самооценку. Ну, я надеюсь, что я объяснила, да? Вот. Очень грустно, когда детей бьют, он злится сейчас, он очень злой, вас ненавидит. Ему хочется и вас уже стукнуть, что он, в общем-то, и делает. Но этого делать нельзя. Елена, 20 ноября.